Вместо высоких тополей и одни пеньки, совсем недавно эта лицезащитная полоса была усажена деревьями и защищала местных от разгула стихий – ветра, снеготаяния и паводка. У нас есть разрешение. И у меня к ним больше вопросов не было. А когда они уже выпилили и подошли к деревне, здесь я уже вызвал милицию. Приехали в милицию с Северного, сфотографировали трактор, что он тащит бревно. Ну и мне сказали, что их вызовет. А когда, это было уже зимой, а когда сошел снег и все высохло, я сюда подъехал, я ужаснулся масштабом вырубки. Позже выяснилось, что у лесорубов имеется разрешение городской администрации. Было обращение от жителя города, что в данном участке прорастают сухие и усыхающие деревья. По выезду на место мы с данным гражданином определили участок. Я выдавал разрешение непосредственно. Ориентировочно там было порядка 80 деревьев породы тополь. По обращению другого гражданина, что там якобы спилили больше, в принципе объем спилили тот, который был заявлен. Единственное нарушение чиновник видит в том, что вырубщики не убрали за собой. По пустырю до сих пор разбросаны щепки до ветки. Правда, у независимого эксперта Михаила Саркисяна на этот счет другое мнение. Лесополосы защитные вообще-то, когда были посажены эти деревья. А сегодня смотрим эту картину, она не похожа на санитарную чистку. Санитарная чистка пришли, убрали за собой полностью и вместо вырубленных лесонасаждений посадили новые. А сегодня этого мы не видим. А с какой цели было выпилено? Вот эти тополя все и здесь, и по городу, это такие они сдерживали грунтовые воды, они в себя всю воду. Почему раньше так не затопляло? Сейчас все выпилили, и город плывет, и мы плывем, мы тонем. С какой целью, непонятно до сих пор, ведь наряду с больными деревьями вырубили и здоровые. Причем в основном спилили хорошие, а сухие в некоторых местах даже не тронули. Итог неутешительный. Жители лишились надежной защиты, которая ежегодно спасала их от сильного ветра и от обильного снеготаяния. Валентина Аскерова, Геннадий Лапзин. Наши новости.